С днём 2015 года. Всем привет. Поговорим о параметрическом резонансе и парадоксах встречного включения катушек. Вот на таком вот сердечнике можно проверить параметрический резонанс. Для этого две боковые обмотки, имеющие одинаковую индуктивность, надо включить встречно. А на центральную обмотку можно подавать от генератора синуса какой-либо сигнал. Если мы включим две боковые обмотки встречно, на них напряжение будет равно нулю. Но если мы их подсоединим через конденсатор примерно 10 микрофарадный достаточно и небольшую лампочку 3,5 вольта, допустим, то у нас на частоте в два раза выше собственной частоты ЛЦ контура этих двух боковых катушек, будем так говорить, или возникнут колебания, и лампочка загорится, как ни странно. Вот это примерно схема опыта. Ну, теперь поговорим о трансформаторе Бондаренко. Вот если мы две боковые катушки включим встречно, у нас будут магнитные полюса. Вот здесь вот. Но если мы попытаемся снять с этих полюсов нагрузку при помощи магнитов, там, других катушек, мы вступим в магнитное взаимодействие с двумя боковыми катушками, понимаете? Получается, у нас, в принципе, есть два сильных магнитных полюса, которые образованы при отсутствии обратной ЭДС очень низким напряжением при большом токе, то есть малыми затратами. Но, опять-таки, использовать эти два полюса так на халяву не удастся, потому что они будут взаимодействовать с двумя боковыми. Но это к слову. На таком принципе, значит, есть, кроме Бондаренко, мы смотрим и Папа Лекси сделал, и трансформатор Маркова, и некоторые конструкции известного изобретателя Зацаренина. А теперь, ближе к практике, посмотрим вот такую же примерно схему, только мы разделим центральную обмотку на две секции посередине, и соединим их встречно, и посмотрим, что у нас будет на осциллографе. Заметим, что и две боковые обмотки, и две встречные, две центральные обмотки включены у нас встречно. Итак, что мы имеем на генераторе? Мы имеем входной сигнал и выходной сигнал. Вот их амплитуды. У нас есть генератор. Вот как он называется. Вот диапазон частоты. Здесь около 750-700 кГц. Итак, вот наш испытуемый трансформатор, который имеет центральную секцию, разделенную на две части, и там две обмотки включены встречные, и боковые. Теперь мы, чтобы не было воздействия щука, который нам говорит о том, какое напряжение... Сейчас, извините, отсоединю. Вот, мы отсоединим выход нашей обмотки. Вот. Где только что мы померили около 20 вольт напряжения. Вот эти два вывода. И вот два встречных диода к одному из выводов. Ну вот, смотрите. Вот я рукой берусь. Да? Взялся рукой. Загорели. Взялся. Неудобно снимать одновременно. Подсоединяю, значит, к светодиодам просто плоскогубцы через изоляцию. Ну, даже бокорезы. Горит. То же самое будет, если землю подсоединю. Тоже будет гореть. Естественно, что вот просто вот так вот светодиод подсоединю, и вот тоже загорится. Да, но интересно же другое. Вот рядом этот же второй контакт от... Почти не горит практически вот. Видите, подсоединяю. Сейчас свет потушим. Так. Подсоединяю. Это второй контакт этих двух встречных обмоток. Видите? Вот здесь вот ничего не горит. Могу взять другие обмотки, в смысле светодиоды, и ничего не будет гореть. На втором контакте. У нас же одна цепь, одна цепь, да? Два вывода. Если мы соединяем... Соединяем на два вывода, у нас будет... Будет светодиод гореть. То есть, если вот так вот соединить их, светодиод гореть. Мы подсоединились к двум концам обмоток. Ну, хорошо. Теперь я беру просто рукой здесь, плоскогубцами, землю могу подсоединить там, любую массу, вот, болванку какую-то взять, и вот просто сюда вот уткнуть. Тоже будет гореть. Да, маленький ток, просадка напряжения есть, но главное выявить эффект. Но вот другой конец. Другой конец этого же, этой же обмотки. И сюда я чего не подсоединю, этот же самый, таким же образом, два светодиода, да? Вот такие же два светодиода. И буду их подсоединить. Нет, не горят. Вот чуть-чуть могут загореться, если частотой немножко поиграться. А вот другой интересный опыт. Смотрите. Берем кусок феррита. Неудобно снимать одновременно. Вот кусок феррита, такая была феррит прямоугольного сечения, и вокруг него, значит, обмоточка. И тут вот текстолит. Я руками держусь, не касаясь ни обмотки, ни текстолита. Вот так вот. Теперь я беру, подсоединяю этот феррит тоже к концу нашего светодиода, который только одним проводом подсоединен к нашей обмотке, да? Почти не горит. Не горит. Но если я возьмусь рукой за обмотку, о, горит. Но у нас обмотка, вообще-то говоря, через свой бумаги на феррите. А феррит не электропроводный. Ну вот делайте выводы по поводу предыдущей статьи, по поводу того, что как работает трансформатор Тесла. Говорят, давайте схемы, давайте практические опыты. А вот вы возьмите и объясните, почему я прикасаюсь к ферриту, который не электропроводный, а у меня загораются светодиоды. А почему у меня на втором конце провода светодиоды не загораются? Вот, беру их на второй конец провода. Не загораются, да? Хотите проверить? Вот, пожалуйста, я их возьму, вот, светодиоды, да? Таким вот образом. Неудобно, извините. Вот, если буду соединять, то у меня загорятся они. Вот, пожалуйста, горят. Вот этот же конец провода. То есть я могу его отсоединить и просто рукой взяться. Тоже будет гореть. Могу ножик какой-нибудь, плоскогубцы поднести. Тоже будет гореть. Ну вот, давайте подумаем и объединим некоторые недостающие звенья для того, чтобы получить результат. Всего доброго!